привет ребята сегодня расскажу откуда я приехала в азию путешествовать и жить я выросла и большую часть детства провела в маленьком поселке в кировской области потом родители переехали в соседний городок но картинка осталась прежней своих влажных мечтах большинство моих подружек выскакивали замуж за москвичей и линяли с родины в столицу ну или хотя бы в областной центр я в своих мечтах улетала гораздо дальше по пути я встретила лёшу он кстати тот самый москвич и однажды весной он приехал знакомиться с моими родителями а я его познакомила с моей родиной мы купили лёхе резиновые сапоги и сели в галошу это такая моторная лодочка которая возит людей в часть города за рекой туда дороги нет только железка и галоша кастин а галоша ходит каждую весну вятка разливается и затапливает поселок маленькая венеция получается кондуктор галоши очень милая не на сама того не ожидая провела нам экскурсию по поселку здесь она живет всю жизнь одна дорога у нас нужно вот там еще вот там вода стоит она летом уходит а в домах из-за вот этой воды бывают какие-то плесень там или еще влажность у нас полный подвал обалдеть это весь огород в воде стоит тут огород что ли рис точно надо рис выращивать и сарае все в воде обалдеть а как же здесь сажают здесь наверно уже ничего не сажают до выражает месяца вода уходит и сажает в конце мая начало июня сажает и все вырастает парниковый эффект у нас дорога это дорога как на белую по ней уже не пройти а если что-то магазин или где люди покупают а цены такие же как городе или то есть на лодке доезжаете до дороги и там уже пешком да 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 до сухого места мы доезжаем а там пешком я смотрю лодочки у каждого дома стоят они вообще на дом или у каждой семьи как сарайчики стоят на деревянных сваях иначе каждую весну они будут уплывать вниз по течению какие люди такие животные покоцанные побитые жизнью просто полная разруха полнейшая и и Вы здесь давно живете? 63-го года. Поселок-то знаете какой был? Неописуемый. Здесь был весь затон, пароход. Здесь речной флот стоял. 30 единиц флота стояло. Я работала бухгалтером. Цеха, контора, все-все ликвидировали. А почему люди стали уезжать? Из-за того, что закрыли пароходство? Нет работы, да. Работы нет и людей нет. Заливало. Большая вода вот здесь была. Обалдеть! А как? Ведь весь подъезд заливало, значит. Да. Не будете переезжать? Переезжать буду. А как? До кладбища? Нет, ну до кладбища. А до кладбища кто мне купил? Пенсия 12 тысяч. Вот так, дорогая, вся везде развалена, не только у нас. А сколько платите за кладбища? Примерно? Семь с половиной, я вот месяц. А нынче-то опять принесут, наверное, столько. Луб был ведь у нас, кино показывают. Все было. Местные рассказали, что квартиру в этом райском уголке можно купить за один рубль. За рубль, за один. А в каких это домах, мне просто по рублю можно, в таких же, в кирпичных или в деревянных? Даже по новее там дом здесь. Горячая шестиметровая ложа вдоль кузнику у нас. То есть, 54 метра одна комната квартиры. Квартиры у нас дешёвые, так что покупайте и приезжайте. Бабулька с юмором оказалась. Все квартиры куплены на материнский капитал, и никто не живёт. Ну, понятно, все пустые. Просто обналичить, да, деньги, чтобы закупить, да? Да, да. Зайти в дом можно только по доскам, учитывая, что большинство жителей здесь пенсионеры, развлечение, ну, такое себе. Это удивительно, но они проводят ремонт вот этих вот домов зачем-то, из-за того, чтобы переселить отсюда людей. Хотя, здрасте. Короче, да, он, скорее всего, закрыт, и поэтому его выкинули, потому что ключ потеряли. Ай, жаль. Ребят, если среди вас есть те, кто умеет замки взламывать, пожалуйста, напишите нам. Мой чёрный чемоданчик. Здесь у нас клубничка и зелёный лучок растёт. Несмотря ни на что, люди всё равно возделывают огороды, выращивают овощи, зелень. У кого-то огородики конкретно затопило. Теплотрассу заливают, видимо, каждый год. Несколько лет назад здесь был магазин и столовая. Это всё, что от них осталось. Такая жуткая разруха. Самое подходящее жилище для местных на дереве. Я поняла, почему здесь везде мусорка. Потому что до настоящей мусорки, которая находится вот там, дойти невозможно. Её оккупировал Байкал. Поэтому они просто выбрасывают везде мусор. Зайца распяли. Добрый день. А вы здесь живёте? Да. В Затоне, да? Много лет? Уже 34 года. У меня ребёнки вот здесь. Бывает, что заплевает, только здесь остаётся. Вот машину выставили. А не хочется отсюда уехать? Всё-таки такая разруха кругом как. Привыкли уже? Нет. Не хочу. Здесь рыбалка, природа у нас. А, понятно. Спасибо. Это единственный магазин на весь посёлок. Ага. Захотел хлебушка? Нет тебе хлебушка. Это большая была трёхэтажная школа. На лодочках и сюда приплывали ученики. Альма-Матер. Храм знаний. Крованная. По-советски добротная. Даже книжечку выковали. Это орлы двуглавые. Якорь. Это якорь. Это якорь. Якорь с крыльями. Штурвал, якорь, крылья. Здесь же речной порт был. Химзащита. Вот ещё прикол. Обшили дом сзадинком. Худо-бедно. А окна все выбиты. Вместо стёкол картонки вставлены. Интересный дизайн. Запихнули окна внутрь дома. Хотя вокруг столько света, столько пространства. Но в подвале сидеть гораздо интереснее. Вид на соседнюю стену. А ещё зимой в этих квартирах очень, просто невероятно холодно. В пустующих квартирах перемерзают трубы. И все оставшиеся жильцы сидят с ледяными батареями. А, труба какая. Просто декорация из фильма жанра нуар. Не пройти очень глубоко. Здесь такой холод и сумрак. А, нет, никто не живёт. Тут даже паутина. Изначально все гаражи строили на подпорках. Потому что заливало водой. И у каждого в семье опять же лодочка. Лодочка хорошая на ходу. Избушка на курьих ножках. В комментариях кто-то спросил меня, как совершить такой прыжок в свободу. Мол, научите. А у меня, как видите, был очень мощный пинок под зад. Ну и по традиции, всем добра. Субтитры создавал DimaTorzok